Рад приветствовать вас на программе влияния. Спасибо, что вы остаетесь на импакте. Сегодня специальная программа, специальный гость, мой друг Григорий Краснодемский. Григорий, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Welcome back, Григорий. Спасибо. У нас интересная тема будет, назидательная, насущная. Я люблю добавлять на злобу дня, потому что мы будем говорить сегодня истинное и ложное христианство, истинная и ложная вера. Но, Григорий, я думаю, прежде чем, пожалуйста, прежде чем будем говорить, у нас же праздники. У нас праздники, пасхальные праздники. Хотим поздравить вас. Христос воскрес. Воистину воскрес. Благословение всем, кто смотрит сегодня нас. И мы уже прошли и проходим это целый месяц. У нас будет апрель. Православное христианство бывшего в Советском Союзе. Как раз вы стоите на пороге этого праздника. Мы также вас поздравляем. Если вы в повторе смотрите, все равно Христос воскрес. Да, да. Потому что мы, по большому счету, празднуем не по календарю. Мы по календарю... Ну, календарь это так. Раз в год отпраздновал и забыл. Воскрес он или не воскрес. Для нас воскресший — это стиль и образ нашей жизни. Сегодня, завтра и послезавтра. И так будет во веки веков. До пришествия его. И после этого будет. Да. Потому что Иоанн в пятой главе, в Откровении, он говорит Агнцу Закланному. Даже в вечности поют, помнишь? И старцы поклоняются. И животные поклоняются. И восклицают Агнцу Закланному. Честь и слава, и величие, и благословение, и держава во веки веков. То есть там тоже они будут применять это слово. Применяют Агнцу Закланному. Поэтому, да, действительно, пусть Бог благословит вас и ваши семьи. В нас, Григорий, я так говорю, у нас евангельских христиан, а мы с тобой евангельские христиане. И об этом ты много будешь сегодня говорить. Что такое все-таки евангельское христианство? Есть номинальное христианство, есть штучное, пластмассовое, есть фасадное христианство, а есть евангельское христианство. Это основано на учении апостола. Для нас, евангельских христиан, у нас больше причин для радости, чем причин, глядя на все, что происходит вокруг, чем причин для каких-то таких сверхпечалей, каких-то таких отчаянных, каких-то наших. Хоть у нас их тоже достаточно. Иногда люди смотрят на нас и думают, у вас все прекрасно, хорошо, да вы одеты нормально, прилично. И все нормально, и веселые то и другое. Достаточно у каждого из нас разного рода печали, скорби, болезней. Но через Иисуса Христа, через Его воскресение, через Его Слово, которое Он оставил для нас, мы имеем радость во Христе Иисусе. Наша радость во Христе Иисусе. Да, Юрий, сегодня, знаешь, во время этих таких славных происшествий, праздников, воскресения нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, хотелось бы только говорить о радости. Но окружающая нас обстановка заставляет нас немножко поговорить и о других вещах. Знаешь, много задают нам вопрос, какая правильная вера. Я помню еще, я молодой был, пацан был, безбожники сначала говорили, вообще никакой веры. А потом прошло время, немножко поменялось время и начали говорить, вот ваша вера неправильная, ваша вера неправильная. Я говорю, а где же правильная? Вот наша вера правильная. Ваша где-то там американская, какая-то американская вера. Я так слушал на это все, и это говорили не те люди, которые искренне верят, а те люди, которые вообще ничего не верят. Но они нас хотели учить, как нам веровать даже. Знаешь, я так смотрю часто на, проезжая, проходя, особенно, когда мы были на Украине, в России много раз я был, в Питере. Я смотрел на эти позолоченные купола. Величественные. На это величественное все, на эту красоту. Я заходил туда вовнутрь. И ты знаешь, мы с женой всегда так заходили, потому что она музыкант, у нее... Лично творческая личность. Да, творческая личность. Но когда мы туда заходили, всегда уходили с какой-то печалью, ты знаешь. Вот этот весь пафос, вот эта вся позолота, вот это все, оно, мне кажется, не соответствует Священному Писанию. Параллельно с тем, что ты говоришь, во всем этом величии, нафталина много. Нафталина так много. А нафталин... Молодое поколение, вы знаете, что такое нафталин? Да, думаю, что нет. Наверное, нет. Нафталин присыпали для того, чтобы одежда... Моль не ела. Моль не ела. Пахнет нафталином, Григорий Николаевич. Да. Я в прошлом году с друзьями, и в позапрошлом году мы по Европам, были по Европам. И Италия была, и Венгрия была, и Чехия была, и Франция была. И мы, вот как ты говоришь, мы тоже, ну как-то, вот где бы ты ни был, мы, есть такое слово, гавеем, вот видим какие-то вот, и хочется зайти, хочется как-то вот, даже воскресное служение, ну думаем, евангельского служения во Франции не было, там как раз воскресное. Я думаю, ну хоть зайдем, ну как говорится, от души не получим. И нафталином много в этом величии, и такое вот, вот золотые слова ты сказал. Да, ты знаешь, вот смотришь на этих, на этих таких священников влащенных, на эту всю службу, на это золотое одеяние, с другой же стороны посмотришь на прихожан, которые приходят, сгорбленные. В основном, я не видел таких веселых людей, которые приходили туда, не видел, чтобы они радость получали там. Они приходят все, берут эти свечки, видимо, от горя, от беды какой-то приходят, ну и уходят с тем же самым. И я, Юрий, думаю, но, кстати, каждый из них какую-то лепту приносит, приносит и ложит туда. Почему Христос когда-то посмотрел на эту вдову, которая принесла, и в то же время то же самое было, принесла и положила. Не знаю, сколько там она положила. И он сказал, она больше всех положила. Потому что все люди, которые приходили и ложили, они от избытка. А эта женщина, эта вдова, она принесла последнее то, что было. Все имение. Все имение. И вот эти люди, которые приносят деньги, приносят что-то другое. С другой же стороны, эти все глощеные, эти все, посмотри на их вид, на их красоту. Там нет смирения, там нет богопочитания, там только внешность. Вот это кадило, вот это все, все. Но, между прочим, это между прочим, сегодня я смотрю, как результат этого всего служения и этой всей пафосности. В военное время мы не можем обойти без этого, через это, потому что все говорят об этом. Весь мир сегодня сосредоточен на этом. Внимание, война, люди страдают, люди бедствуют, люди убегают. Миллионы людей с Украины разбежались, кто куда, по Европе, по Азии. Некоторые в Америку приехали. И ты понимаешь, при всем этом, я смотрю, что делает Церковь. Что делает Церковь в этой ситуации? Казалось бы, Церковь должна стать на основе, на Священном Писании. И сказать, что Евангелие говорит, или Библия говорит, или Священное Писание говорит так, и так, и так. Но они абсолютно обходят это все, благословляют, благословляют людей, которые идут на войну, кропят их священной, так называемой священной водой, крестят их крестами, и говорят, идите и убивайте, с вами Бог. Какой срам и стыд. Ты понимаешь, и я вспоминаю то время, когда я еще в школу ходил, верующие мне всегда говорили, вот, посмотрите, фашисты, они тоже, вот они как шли, ты верующий, да, они тоже верующие. У них на пряжке было, на ремню было написано, с нами Бог. И они уничтожали, сколько они уничтожили мирного населения. А я смотрю сегодня, то же самое. И где церковь? Где церковь, истинная церковь, которая бы стала в проломе и сказала нет. Нет смелости, нет мужества. Нет. Ну хорошо, ну так, ну сяк, мобилизация, благословляем вас. И толпа народа, трудно сказать, это верующие христиане. Аллилуйя, аминь. И молодые люди идут, и молодые люди погибают. За что? Я думаю, Юрий, это же всегда не будет. Оно закончится. Это все закончится, эта беда вся закончится. И где окажемся мы, где окажутся христиане, какой они будут иметь excuse, или извинение какое? Что они тогда будут говорить, если они сегодня не могли стать в защиту истины, в защиту Евангелия? Ты знаешь, на прошлой неделе меня выслали из Нижнего Новгорода, из России, мне выслали видео одного из богослужений. Это Нижний Новгород? Да, по-моему, Нижний Новгород. И вот в Нижнем Новгороде, это известный город, который в Золотое кольцо ходит, там много чернокожих студентов, еще было много-много, и в России, видно, они учатся в каких-то университетах, скорее всего, в медицинских, с Африки, и там остаются, они, так сказать, женятся на наших светлокожих, бледнолицых сестричках, и создают семьи так. Что меня удивило, и, если я скажу огорчило, я не преувеличиваю. Берет молитву этот чернокожий, один из служителей, он уже поставлен там, и совершает молитву следующего содержания на прошлой неделе. Юра, чтобы я не упал со стула. Да, если есть ремни здесь, я бы попросил, чтобы ты пристегнулся, потому что всегда, когда я летаю, говорят, пристегните ремни. И он молится молитвой следующего содержания, «Господи, ты знаешь и видишь, что Россия делает так много добра по всему миру, и Россия нуждается в благословении, продолжать делать это добро». И начал перечислять, кого благословит. Президента России, чтобы он имел мудрость свыше нисходящую. Это его, Григорий Николаевич, точные слова. Мудрость свыше нисходящую. И мне было печально и горько. Мне было печально и горько. Если бы он совершил молитву, «Господи, ты видишь, Россия распространяет много зловония по всему лицу земли». Я бы в душе, Григорий Николаевич. Согласился. Я бы благословил, я бы молился, «Господи, защити его, потому что придут ночью». А, да. Или вечером придут. И я задаю вопрос россиянину. Показал ему это видео. Говорю, смотри. Он говорит, к сожалению, Юрий Михайлович, евангельская церковь сегодня находится в таком положении. Все. Я говорю, так это обманывают ради чего? Для того, чтобы ночью не пришли. И 10 лет тюрьмы не дали. Ой-ой-ой-ой. Что это за христианство? Это истинное христианство, которое отстояли наши с тобой отцы. Сколько папа твой отсидел? Отсидел, несколько сроков отсидел. Несколько сроков. Так дали ему первый раз 25 лет. Вдумайтесь. 25. Он меньше отсидел. И второй раз дали 25 лет. Моему папе 10 лет дали. Отсидели меньше, да. Да, отсидел 6. Но и шел на 25. Да. Он же не знал, что мне дадут 25. Ну 5, отсижу 6. И там вот. Он шел на 25. А мы говорим, а что же это за христианство такое? Что уста мои врут. Врут уста. Вслух врут. На весь интернет. На все неты пускаем. Врут. Обманывают уста. Чтобы не дали. Вечером, чтобы не пришли. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто, да, я просто Юрий смотрю. Знаешь, это не сегодня только, не сегодняшний день. Ты помнишь, Юрий, мы много раз говорили раньше еще. Разные темы мы поднимали. Острые темы по отношению употребления спиртных напитков и все такое остальное. И я так посмотрел, вот это современное христианство. Немножко попили, немножко погружевали. Попроповедовали один другому о процветании. О том, что ты должен быть богат. Что ты должен иметь все потребное, необходимое. И ты знаешь, я так думаю, ну неужели глаза закрыты, что Христос сказал, что есть широкий путь, есть узкий путь. И многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Я не говорю, что христианская жизнь это сплошная скорбь. Я не говорю об этом. Но приходится. Но если убеждать людей десятилетиями, что вы должны жить хорошо, что вы должны процветать, что вы должны иметь много денег, когда приходится постоять за истину, знаешь, трудно расстаться. Это шикарная жизнь, Юрий. Это богатство, это шикарные машины, это поездки, это христианские конференции, это направо и налево. Нужды нет в деньгах. Надо в Израиль, еду в Израиль. Надо в Мексику, на Канкун, еду в Канкун. Нет проблемы. Почему? Потому что люди убеждены, что пастором надо поддерживать, благословлять священников. Надо приносить, надо помогать им, ими, их семьям, ими, их женам. Знаешь, когда наши отцы, наши родители сидели в тюряге, мой папа сидел в тюрьме, шесть же родителей дома. Никто, никто ни один не пришел, не помог. Это было страшное время. Выживали как могли. Мама ходила с протянутой рукой, чтобы как-то где-то собрать что-то. Шестеро детей. Ты понимаешь, это все надо было. Но отец положил в полане своем. Я умру, но я не отступлю от истины. На компромисс не пойду. На компромисс я не пойду. И когда я как-то спрашивал, пап, ну было такое время, что угрожали у вас расстрелы и все такое. Да, говорит. Я говорю, как ваша реакция была? А никакая. Я спокойно на это смотрел. Я принял это как за Иисуса. Слушай, вот это к слову. Смотри, это впервые на импакте. Я тебе один на один, чтобы никто не слышал. Смотри, 81-й год. Забирают меня в армию. И в Луцке сразу задают вопрос. Присягу принимать будешь? Сидит спереди в погонах этих 5 или 6 человек, так передо мной. Присягу принимать будешь? Я сразу говорю, не буду. А один из них говорит, а почему мы его спрашиваем? И берет папку. А я рядом стоял, около их стола. И красный, прям на папке, красная такая, жирная, вот так вот через всю. Говорит, да его отец, говорит, в тюряге колотал срок. И не один. Зачем мы его спрашиваем? Далеко поедешь. А второй говорит, в Афганистан отправим. А этот говорит, нет. Видно, этот старший был. Говорит, потому что в Афганистане он своим будет стрелять в спину. Говорит, мы его в тайгу отправим. А я думал, в какую тайгу, какая тайга, о чем речь? Григорий Николаевич, бросили меня в тайгу, там, где строили Байкало-Амурскую магистраль. Там, где прокладывали вот эти вот. Вырубали тайгу и как раз в этом, вот в этом. Так вот, я сокращаю эту историю, сокращаю. Но, опять началась прессовка, так, как и многих, насчет присяги вот этого. Покоя не давали ни днем, ни ночью. Сокращаю. И ночью приходит, говорит, тебя планируют сбросить с моста в реку Зея. Там такая река Зея, Сибирская река. Там огромные пролеты. Настолько высота пустили над этой рекой. Что смотришь внизу, практически не видишь. Я не знаю, как они сделали. И говорит, в практике ты не первый будешь. Вот бросают в реку и говорят, что сам бросился с моста. Да, конечно. И Григорий Николаевич, и мысль. Я как сейчас помню мысль. Ну что, я не увижу родителей, я не увижу. А если сказали, потому что при мне, находят там внизу разбитый или в воде уже там, потому что бросаются. И я положил в своем сердце. С моста сбросят. С Луны сбросят. С Марса меня будут сбросить. Я был такой упрямый. Если я тебе скажу, что я глубокую веру имел, может быть, я преувеличу. Но такое упрямство, что я этому коммунисту в этой с этим пятизоне не поклонюсь. То есть понятно, что Бог сохранил и это. Я о чем? О том, Григорий Николаевич, что как евангельский христианин, ты понимаешь, что ты должен идти до конца. Не компромисса. Это то, что наши с тобой родители. То, что наш сталинизм, это же не Брежнев был, там жестко был или Хрущев. Сталинская репрессия. Ну, между прочим, сейчас же памятник хотят в России восстановить. Возвратить. Да, возвратить. Не удивляюсь. Не удивляюсь. Конечно, Юрий, для того, чтобы постоять за истину, нужно иметь что-то внутри. Нужно иметь веру. И стержень этот. Стержень. Стержень, который дает сам Господь. Без Бога. Ты говоришь, ну, веры, там такое не было, упрямство. Вот это все оно от Бога. Противостать вот этим, как написано, всем козням дьявольским. Я хочу немножко просветить, что это значит не принять присягу. Это не то, что подписал там, не подписал. За этим стоит. За этим стоит в любое время. По приказу, ты должен брать оружие и идти убивать. Ты должен идти убивать. Значит, если я принимаю присягу, я согласен идти убивать людей. Священное Писание противоречит этому всему. Сегодня мы говорим особенно тем, которые имеют агрессию, которые имеют захватническую такую натуру идти, покорять, под себя, чтобы все слушали. Знаешь, мне один человек, ну, я слушал его рассказы, недавно он выставил это на YouTube, близкий президенту. Он говорит, я недалеко, совсем близко был к нему, в этой команде. И когда объявили уже вот эту полную мобилизацию и нападение на Украину, говорит, мои сослуживцы, ты не представляешь, как они радовались. Они не могли дождаться до этого момента. Когда, когда, когда. Между собой все шептались, говорили. Я в шоке был. Почему-то у меня был совсем другой настрой. И я не мог выдержать этого всего. И они говорили, да мы пойдем. Да мы за несколько дней покорим. А тех непокоренных мы расстреляем, уничтожим. И нас будут встречать, как встречали многие. Встречали в Чехословакии, встречали в Афганистане, в других местах. В Венгрии. В Венгрии, в других местах. И если кто-то сегодня говорит, если сегодня кто-то старается мне, меня убеждать, что Россия это рассадник добра, посмотрите на историю, Юрий, посмотрите на историю. Куда она не ткнулась? Куда этот дух не проник? Там нищета, там бедность, там разруха, там все-все самое плохое. Ну, к примеру, возьми ты эту Венесуэлу, возьми ты эту Кубу, рядышком Куба, рядом смотри, Америка, несколько от, сколько там, пролив этот. Беднота, нищета, но там, 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 там. Слава Ленину кричат. Слава Ленину, там до сих пор стоят памятники. И удивляюсь я, что люди насколько слепы, и они согласны, и они радуются, и они торжествуют, что Украина падет, Украина подчинится. И возмутились, когда Запад поддержал. Ой, почему это так и сяк? Юрий, откуда отступление? Неужели Запад принес нам безбожие? Неужели Америка принесла нам безбожие туда, в Россию? Протестантизм приносит только процветание. Нормальное евангельское процветание. И души, и внутреннего человека, и внешнего человека. Об этом, это видно без очков, об этом даже умы научные говорят и не скрывают. Смотри, вот это древневековое православие, вот это, ну смотри, ну смотри, оно держало, оно держало в темноте, во мраке, в плену. В этом амуте оно держало никакого прогресса. Если бы в 90-х годах не пришло здравое евангельское учение на постсоветское пространство, слушай, прозябали бы по сегодняшнему дню. Мне обиделись в комментариях, начали строчить, там огромное количество. Когда я сказал, что отец и от Москвы, ну ты же в Ярославле был. Да в Ярославле, извините меня, люди сегодня ходят на улицу в туалеты. Я в Рязани был, Юрий, там еще похлеще. Еще похлеще? Да, еще похлеще. Протестантизм Европы, потому что протестантизм начался в Европе, он же принес, он просвещение принес в область культуры, в область живописи. Смотри, в область науки, это же от протестантов пришло, ну на Русь православную, так сказать, или на Украину, или на страны Восточного Блока, как мы говорим. Если бы этого не было, и о чем мы говорим? О каких успехах мы говорим? Вот этот коммунистический бред этот, параллельно с таким религиозным пафосом, да, религиозным. Слушай, там кроме позолоченного, там кроме мертвечины, там ничего нет, совершенно нет. Поэтому, друзья, когда вы в комментариях пишите, что Русь христианская, какая христианская? О чем вы говорите? Неужели учение Юра Христа, если мы говорим христианское, говорит об этом, чтобы нападать на соседа, чтобы убивать мирных жителей, стариков, детей, невинных, инвалидов? Никто на что не смотрит. И говорят, такой жестокости мы еще никогда не видели. Такой жестокости, которую проявляют русские, мы никогда в жизни своей еще не встречали. Я прошу прощения, Юрий Николаевич, три недели назад бывший президент России Медведев, видите, мы уже детализируем, бывший президент России Медведев, кстати, я новость вам не скажу, что он, оказывается, алкоголиком стал, он постоянно, и это уже из близкого окружения, они уже это пускают, он стал алкоголиком, он постоянно, но пока его держат там. Он заявил следующее, скажите, это неправда, некоторым, которые вот пишут в комментариях, а где это, где посмотреть? Я просил наших ребят, они отправляют ссылку, прям ссылку в видео, типа, что я вот Юрий обманывал на этом, говорю, нет, и ссылку раз ему отправили, потому я и не знал, что есть такое, говорю, был бы мудрее ты, намного если бы. Так вот, он заявил буквально следующее, я когда услышал эту речь, говорю, господи, помилуй, это же бывший президент Руси православной, говорит, мы дойдем до Киева, и мы дойдем до Львова, и мы эту, применил слово, Прошу прощения, мы эту мразь украинскую уничтожим. Конечно. Это Русь христианская, это вера правильная, это правильная вера, Юрий. А на Новый Год, на Рождество он стоял, трястился? Да, конечно. В храме Христа Спасителя? Конечно. Знаешь, я тебе скажу, что когда развалился вот этот Советский Союз, и много разных вот этих кахбистских организаций, всякие там, там же бесчисленное множество было людей, там став тысячный был. Куда все рванули? Они рванули все в церковь, они увидели, что там прибежище для них. А православная церковь, прощение греховьем, все, 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 поплыли тысячи, миллионы, начали строить, отстраивать. Это не последнее, что у них было, они хотели сберечь. И так как, ну, обратились они в церковь, то думали, церковь спасет их. И мы смотрим на это все, Юрий. Был преступник, был безбожник, гнал верующих, преследовал всякое божество, и вдруг без покаяния, без перерождения... Царство попало. Попал в церковь. И тут все. Какой абсурд. Ну, неужели... Какой абсурд, это же противоречит. Это противоречит Слову Божьему. Совершенно. Как это может быть? Как люди... Ну, люди все равно готовы жизнь свою отдать за этих, за этих всех. И они приносят туда последние. На Пасху несут яйца, на Пасху этот хлеб несут, освящают колбаску там. А эти все принимают, благословляют, кропят их всех. И идет колесо, и бесконечно, бесконечно. И говорят, что вот от России произойдет великое пробуждение. Вот этой религиозности, вот этой церкви пойдет пробуждение по всему миру. Я думаю, Господи, сохрани весь мир от такого пробуждения. От такого пробуждения. Просто сохрани. Господь нашей памяти хранил Запад. Как они сюда не старались проникнуть, засылать своих работников, чтобы разрушить. И что ты думаешь? Их в церквях полно. До сих пор. Но не смогли ничего сделать. Слава Богу. Запад еще процветает. Мы живем в Америке. Имеем все необходимое. Я не говорю, что мы миллионеры, что мы там то, другое. Я говорю, что мы имеем достаток. Мы имеем все необходимое на каждый день. Ты знаешь, приведу тебе пример. Ага, пожалуйста. Когда мы говорим о служителях Божьих, о этом всем, вот этой позолоте. Мы были с моей женой, с нашей семьей, были долгое время в Американской церкви. Может быть, я уже и говорил об этом. У нас был очень хороший пастор. И его сын, когда он ушел уже на пенсию, стал пастором в церкви. И как-то один раз он на таком членском собрании давал отчет. И он говорил, что задали ему вопрос. Какая зарплата у тебя? Как ты живешь? И все. Он прямо перед всеми сказал. Я, говорит, даже не знаю. Борткомитет мне начислил там что-то. Ну, я так смотрю, что я смогу оплачивать моргидж, заем в банки. Я иншуренс оплачиваю, страховку. Ну, имею деньги пойти в магазин купить. Иногда я видел жену его в Тривсторе даже. Это церковь 6 тысяч членов. Ты понимаешь? Состоятельные люди, прихожане. Прихожане там очень состоятельные. Я знаю там многих людей. Но у него был стержень. Это мое, а это не мое. Знаешь, такого еще нет, чтобы деньги падали с небес. Нет такого. Я еще не встречал. Хоть некоторые чудотворцы говорили, что видели, как диаманты падали. Бриллианты падали где-то в каких-то собраниях. Ну, это такое. А все это откуда? От прихожан. Но слава Богу за таких служителей, которые есть. И на них можно смотреть и брать с них пример. Вот это те достойные люди. И об отце пару слов скажу. Отец его всю жизнь был в церкви служителем. Служил. Церковь очень была дисциплинированной. Все на своем месте. Всю жизнь он проездил на Форде. Не какой-то Мерседес, как сегодня говорят. Даже прозвище уже назвали Паша Мерседес. Это позорище. Какая низость. Это настоятель храма. Это уже опуститься до такой низости. Получить кличку Паша Мерседес. Это клеймо. Это клеймо на всю жизнь. И после смерти его будут сотнями лет, наверное, вспоминать, что такой был в православной церкви. Ездил на этом, приехал он в церковь на работу с 10 часов. Уже ему было за 70. И ожидают его, уже там секретарь говорит, ну почему-то Глена нет. Он обычно дисциплинированный такой. Он всех нас строит тут, чтобы мы дисциплиной держались. Почему-то нет. Посмотрела. Машина его стоит. На парковке. На парковке. Говорит, слушай, пойди посмотри, что там случилось. Приходят туда. Он успел расстегнуть ремень, но не успел выйти из машины. Ангелы. Ангелы с небес подхватили его и забрали на небеса. Это блаженная смерть. Прямым сообщением в рай. Да, да. Вот на таких людей хочется смотреть. И брать с них пример. Вот это истинное христианство, Юрий. Вот это не пафос, не лощенность, не богатство. Не Масарати, не Мерседесы, не Ламборгини и другие. Да понесколько. Это не позолото в домах. Это простые люди, которые искренне служат Богу. И на таких я хочу ориентироваться. Смотреть. Брать с них пример. И говорить всем, вот это истинное христианство. А то, что мы говорим, да вот там, священник долг, да никто не забирает кусок хлеба, да никто не говорит, чтобы ты в нищете и в бедности ходил. Но по крайней мере есть какая-то, есть какое-то, должен быть какое-то стержень, какая-то мера этому всему. Что твое, твое, что не твое, это не бери. Ты знаешь, я к слову, многие нам задают вопрос, почему мы из эфира «Импакта» убрали несколько очень известных проповедников, которые десятилетиями они на «Импакте» были. Я вам так скажу, друзья, я вам так скажу. Мы пришли к этому заключению, подойдя к этому очень ответственно. Когда мы услышали, что эти проповедники сегодня говорят, что Россия несет пробуждение, это их точные слова, Россия несет пробуждение по всему лицу Земли. Вы знаете, держать их на «Импакте» на этой платформе, это было выше лично моих сил. Это нонсенс я называю. Это нонсенс. Это нонсенс. И поэтому я анонсировку отвечаю на вопрос многих, почему не видят одного и второго и третьего на «Импакте». Друзья, я отправил сообщение им, личное сообщение. И одному, и второму, всем. Потому что они звонили мне, чтобы приехать снова в Сакраменто. Я отправился, что до вашего глубокого покаяния перед Богом и перед украинским народом общение с вами... И перед украинскими братьями. Да, перед украинским, да. Я говорю, общение с вами мы иметь не будем. Вас не ждут в Америке и в Сакраменто я не жду вас. И написал, будьте здравы, и отправил. То есть, друзья, почему я это говорю? Потому что, ну, мы не имеем права, как евангельские христиане, опуститься на уровень, на уровень этого земного, этого бесовского. И в своих проповедях цитировать слова президента России Путина. В проповедях цитировать. Оказывается, уже апостола Павла недостаточно. Оказывается, Христос уже не в цене. Мне надо Путина цитировать в проповедях с Амвона, с кафедры, с алтаря. И по этой причине мы убрали. Некоторых мы оставили, с которыми я лично с пастырями говорил. Я знаю их позицию, и вы их видите на импакте регулярно. Но тех, которых вы не видите, я не прилагаю толкования и не называю имен, но разумные, разумные понимают. Потому что нам уже целый год шлют, шлют. Я никогда не объяснял, почему. Я использую этот момент эфира с тобой. Я сделал анонсировку, почему мы их убрали из эфира. И многие задают нам вопрос, какая ваша позиция. Совершенно верно. Мы хотим сказать, наша позиция вот такая. Наша позиция ясная, понятная. Мы против этого всего. И мы об этом говорим. Мы проповедуем об этом через телевидение и другие средства. И мы хотим убедить людей, чтобы люди обратились, как написано, от тьмы. От мертвых дел. От мертвых дел. Ну, в конечном же итоге. Неужели вот это все не придет нам на разум, на здравость? Ну, неужели мы совершенно погрязнем вот этом всем? Знаешь, недавно к этому всему, что ты говорил. Месяц-два появился тут один проповедник тоже из России. Он так ратовал за войну. Он так восхвалял. Я слушал этого. Просто жуть. Мы победим. И мы не мы будем, если победа не будет за нами. И все такое. И он тут как-то оставил, не знаю. В загнивающей Америке. Да, и он тут уже. И все. И уже открывать рэп-центры. Не брать лопату. Не брать молоток. Так как мы начинали с тобой в Америке. Да, да, да. Ну, рэп-центр, знаешь, вот, все, спасать молодежь. Знаешь, приехал человек, ратующийся за войну, за преступления, за убийства. Он приехал сюда, чтобы спасать молодежь нашу. Ну, слава богу, его поверли отсюда. Какой-то Новиков или, ну, не знаю, что-то такое. И таких много есть. Таких много есть, что поддерживает и считает это нормально. Ну, как я уже сказал, пройдет это все. Пройдет это все. Оно все закончится. Но где будут наши братья, наши сестры? И как они будут смотреть? Как ты говоришь, без покаяния. Это невозможно. Это еще если Бог даст покаяние. А если нет, то прямым сообщением куда? Если ты поддерживаешь, ты соучастник. Ты соучастник этой войны. Ты соучастник этого убийства. Ты с ними. Ты их слуга. Ты поддерживаешь, ты благословляешь. Куда? Куда твое христианство? Кому оно нужно? Это запишется в истории. И будут такие. Григорий Николаевич, мне несколько недель подряд приходили там имейлы, приходили и не один. И смс-ки. Даже с России приходили имейлы и смс-ки. Задают вопрос. Просмотрели ряд наших программ, которые мы проводили относительно нашей позиции о происходящем в Украине. И услышали. И задали прямо вопрос. Как правильно молиться за президента России, потому что, говорят, в церквах молятся и благословляют, и мудрость свыше, чтобы было дано, чтобы правильно управлял народом. Я ответил так. Одному, как сейчас помню. А в его лице я отвечаю всем вам. Я говорю, если вы родители, ваши родители еще живы, я понял, что у моего возраста человек, если ваши родители живы, и они евангельские христиане, узнаете, вот так как мои родители живы, они евангельские, узнаете в сороковых годах, как родители, или ваши дедушки и бабушки, если они живы, как они молились за Гитлера. Они благословляли его. Я интересовался пожилого коллеги. Я говорю, вы молились, Господи, дай мудрость. Ну, говорит, брат Юра, или там Юрий Михайлович меня называет. Я говорю, как вы молились? Господи, останови это зло. Господи, этого антихриста в миниатюре убери. Он уничтожает, целые нации уничтожает. Я говорю, я вам прямо отвечу. А вы мудрые? Разумеете. Между строк читайте, как правильно молиться за человека, который в своем сердце, в своих мыслях положил уничтожение украинской нации. Молитесь о мудрости? Молитесь. Как уничтожить? Да, совершенно верно. Поэтому, друзья, прошу прощения у нас с Григорием Николаевичем, если вы так сказать в недоумении. У нас очень прямая беседа, очень прямой открытый разговор. Потому что крутить, переворачивать, искажать то, что происходит, мы не имеем права. Просто ответим перед Богом. Черное называем черное, а белое называем белое. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие, многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутрь суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерномника виноград или серпейника смозг бы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают огонь». Доброго плода? Да. Которое не приносят доброго плода, срубают и бросают огонь. Это не мои слова. Это не мои слова и не твои слова. Это слова самого Господа Иисуса Христа. И как написано, одни пойдут в жизнь вечную, а другие пойдут в муку вечную. Я не знаю, какой даст ли Господь вам шанс или возможность покаяться, чтобы наследовать жизнь вечную и быть со Христом. Или вы же обречены раз и навсегда. Я молюсь Господу за моих братьев, которые в России. Многих братьев. Господи, дай им, открой им глаза. Открой им глаза, Господи. Они тоже люди. Тоже могут ошибаться. Тоже могут ошибаться. Господи, помилуй их. Дай им покаяние. В противном случае печальный конец будет. Да, да. Мы, друзья, мы сегодня с Григорием Николаевичем говорим, видите, об очень серьезных и очень насущных вещах. Очень на то, что тревожит сегодня умы и сердца. Очень многих, миллионов всего. Это взбудоражился весь мир. Весь мир взбудоражился. Весь мир взбудоражился. Это не только Россия и Украина. Это, смотри, это волнение во всем мире. Смотри, сколько беженцев. Наши церкви переполнены. Переполнены. Люди валом едут сюда. Верующие люди, неверующие люди, разные. Где-то хотят зацепиться, прицепиться как-то. Мы помогаем многим людям. Мы даем им хорошие советы, правильные советы, как здесь адаптироваться. С некоторыми я говорил, которые приехали с Украины. Они говорят, мы хотим возвратиться назад. Мы любим нашу страну. Мы любим наш народ. Там наши родственники, там наши близкие. Мы хотим возвратиться назад. Я был удивлен такому патриотизму. Мы любим Украину, говорит. Мы хотим туда, мы хотим домой. Мы хотим домой. Сколько людей взбудораженных. Сколько людей потеряли своих самых дорогих, близких, родных, родственников, мужей, жен, сыновей. Сыновей, Юрий, сколько молодых ребят погибло. Сколько молодых. С одной и с другой стороны. Но просто смотришь на это все. И мы будем сегодня говорить, что наша вера правильная, наши учения правильные, если мы поддерживаем такое безобразие, такое безумие. Безумие мы поддерживаем. Да о чем вы говорите? Вы в сплошной тьме. Почему Христос, когда-то обращаясь к священникам, говорил, что ваш отец дьявол, вы служите ему? Потому что, как я прочитал, по плодам узнавайте, что не о том, что вы говорите, а что вы делаете. Если плоды – это ненависть, если плоды – это уничтожение своего соседа, если плоды – это убийство, это ни о каком царстве Божьем. Я понимаю, что категориями мысли царствия Божьего для многих зрителей сегодня, особенно в России, это бесполезно. Они в угаре, они в этом угаре русского мира. Все забрать. Уже пришло помутнение сюда. Это же все от дьявола, Юра. Знаешь, дьявол, его же цель, как Христос сказал, его цель – украсть, убить и погубить. Это его почерк, это его… Куда бы он ни появился, в какую бы он страну ни пришел, куда бы его слуги ни зашли, там нищета, там беднота, там убийство. Самое страшное – это лишаются люди жизни, теряют своих близких, своих родных, плач, горе, несчастье. И мы говорим сегодня, что наша вера правильная. Мы благословляем. Во имя Бога, с вами Бог. Да, какое безумие, какое безумие. Друзья, то, о чем мы говорим, и цитируя из этой святой книги, многие места и сегодня, и постоянно, вот даже на нашей платформе, это слова здравого смысла. Это слова здравого смысла. Тем более мы уже, так сказать, с Игорем Николаевичем прошли определенный жизненный путь. Мы уже ближе к этому берегу, чем к тому, откуда мы начинали. Конечно. И нам намного ближе уже к этому берегу, чем возвращаться к тому, откуда мы начинали. То есть, друзья, мы видали виды. И поэтому, как служители Слова Божьего, как служители Евангелия, мы говорим, и мы молимся об этом. Не просто мы говорим, в наших церквах, в нашей церкви в Сиатле. И сотни церквей на этом континенте, в Североамериканском, постоянно молятся. Постоянно молятся о мире в Украине. В одной церкви молились. Господи, мы слышим о военных слухах в Украине. И подошел один человек, который мне рассказывал. Я, говорит, подошел к этому проповеднику, который молился. Какие военные слухи? О чем вы, брат? Приди в себя. Да там идет убиение, уничтожение, геноцид нации. Какие военные слухи? Ну, я молился, потому что есть разные люди в церкви, чтобы не обидеть. А я, говорю, как ты ему сказал? А я ему сказал, не будь лжецом, называй вещи своими именами. О военных слухах. Какие военные слухи? Идет геноцид украинского народа. И поэтому мы молимся правильно молитвой. Господи, останови кровопролитие. Я знаешь, как молюсь, Григорий Николаевич? Господи, пусть оккупант и агрессор уйдет тою дорогою обратно к себе, на свою территорию, какой он вторгся в эту страну. Под обманным предлогом. Под обманным предлогом. И пропагандисты на российском телевидении и в Государственной Думе. Сейчас они забегали, заметушились. И они постоянно придумывают новые, новые причины, потому что первая причина не сработала. Вторая причина обман не сработал. Третья причина. И они новые, новые, новые причины выдумывают, чтобы оправдать убиение украинского народа. То есть доходят до лжи. Доходят до лжи. Этот, о котором ты говорил, который в золотой шапке бегает по храму Христа Спасителя. Самый главный поп российский. Позавчера заявил. Видите ли, новую причину. Потому что Россия это цитадель истины. И для того, чтобы остановить американскую ложную веру в Украине, мы вынуждены защищать Евангелие. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Какая цитадель истины? Вот цитадель истины, которая говорит, взявший от меча, от меча и погибнет. Вот цитадель истины. А вот на кого я презрю, Господь сказал, на смиренного и на сокрушенного сердцем и трепещущего пред словом Моим. О, человек! Второе место писали. Сказано, что такое добро и чего требует от тебя Господь. Требует действовать справедливо, любить дела, милосердие и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Вот это истина. Вот это истина. О которой мы говорим. Такое действие справедливо. Вы хотели перекрыть газовую трубу для Украины? Перекройте. Это, 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 так сказать, Другую откроют. Это нормально. Это, так сказать, торговые, там какие-то свои, на этом построен весь мир. Перекрыли трубу, там другую, открыли то, другое. Но не уничтожайте нацию. Не уничтожайте, не убивайте детей. Свыше ста тысяч детей увезли, это последняя статистика, свыше ста тысяч украинских детей увезли в Украину, то есть с Украины в Россию для того, чтобы обработать, обработать и сделать с них россиян. А сколько убиенных, а сколько осиротевших, а сколько овдовевших, то перекройте трубу. Ну там перекройте еще что-то, но деньги не давали. Зачем геноцид нации устроили? Вот что такое действовать справедливо. Поднять руку на своего соседа. Григорий Николаевич, пожалуйста, у нас осталось еще три минуты. Не зависимо, кто ты, православный, католик, пятидесятник или баптист, кто бы ты ни был, адвентист, или иудеист, или как там, независимый. Если ты поддерживаешь войну, я хочу прямо сказать, твоя вера лживая. Ты на пути сатаны, ты на пути ведущему в ад. Тебе нужно покаяться, тебе нужно осознать. Уже не вернешь погибших, уже не вернешь тех, которые потеряли своих родных, близких, но, по крайней мере, если ты придешь в себя, у Господа есть еще возможность спасти тебя. И простить. И простить тебя. На этом мы стоим, Юрий, на этом есть истина. И помоги нам Бог. И помоги нам Бог. Мы провозглашаем, что нет такого состояния, из которого бы невозможно было выйти. Есть. Но я вижу, что настрой не тот. Я вижу настрой дальше буром идти, отстаивать все то же самое. Но я верю, что последнее слово за Господом. Последнее слово за Богом. И печально будет смотреть на наших братьев. Я уже не говорю там неверующих людей. Я уже как-то подумал, Юрий, знаешь, в Аду, мне кажется, тоже будет несколько обителей. Да. Для безбожников, атеистов. Но там будет и для христиантов. Да, к сожалению. К сожалению. И очень печально будет, если те, которые начинали правильно служить Господу, родители которых может быть даже в тюрьме сидят. В тюрьме даже сидят. Многие. Многие, да. И чтобы эти преклонились свои колени перед Ваалом, перед Истуканом. Боже мой. Помилуй. Сохрани помилуй. Дай просветление разума, особенно тем служителям, которые сегодня так ратуют за это. Дай им просветление разума. Об этом я молюсь. Григорий Николаевич, на этом мы и уйдем из эфира. Ну, еще раз, Юрий. Спасибо. Пасха есть Пасха. Христос воскрес. Воистину воскрес. Он жив во веки веков. Во веки веков. Перед ним преклонится всякое колено, написано, небесных, земных и преисподних. И все вот эти земные боги, вот эта вся земная власть, она падет. Она в прах превратится. А Господь будет царствовать во веки веков. Вот этому Богу мы служим. Ему мы поклоняемся. Его мы истину провозглашаем. И с надеждой смотрим в будущее. С надеждой смотрим в будущее. Спасибо, Григорий Николаевич. Благословение. Благословение. Да благословит Господь. Да. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословенны. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»